Приветствую вас друзья, меня зовут Деев и это очередной выпуск Игра Топа, который сегодня вы можете лицезреть как на моем канале, так и на замечательном сайте Goodgame. Как вы знаете, компания Blizzard сегодня является одной из крупнейших и успешных компаний на игровом рынке. Blizzard годами создает игры, упуская в итоге настоящие шедевры, а проекты, у которых нет будущего, без зазрения совести закрывает. При упоминании имени этой легендарной студии на ум сразу же приходят великие игровые серии, такие как Warcraft, Starcraft и Diablo. Но мало кто знает, что в начале 90-х никому не известная и маленькая студия Blizzard уже тогда клепала по-настоящему крутые и интересные игры. Вот о них-то мы сегодня и поговорим. В начале 90-х годов никому не известная компания Salikon и Synapse выпускает на игровой рынок интересный проект о приключениях трех викингов. Да-да, именно так тогда назывался будущий медиагигант компания Blizzard. The Lost Vikings можно отнести к ныне популярному среди инди-игр жанру логических платформеров. Завязка сюжета очень проста. Огромный космический корабль, странствующий сквозь галактику, пролетая на деревушке, где живут наши герои, похищает их с целью выставить в неком музее, на показ инопланетной публике. Викингам придется применить все свои умения и навыки, дабы вернуться домой из их неожиданного путешествия. В нашем распоряжении окажутся три интереснейших персонажа, каждый со своими уникальными способностями. Эрик Рыжий, по прозвищу Быстрый, способен преодолевать препятствия, прыгать и очень быстро бегать. Олаф, большой толстый добряк, который своим дубовым щитом всегда прикроет братьев по оружию от вражеского огня. И, конечно же, Балиок, несокрушимый воин, мастерски владеющий мечом и луком, который смело бросается в толпу врагов, когда это нужно. Три отважных викинга должны преодолеть и космический корабль, и древний мир, и таинственный Египет, и множество других опасных и завораживающих мест. При этом они должны работать в команде, постоянно искать решения головоломок и действовать крайне решительно, потому что пора скинуть мозгами придется довольно часто. Да, головоломки здесь не особо сложные, но зато очень интересные. The Lost Vikings – это одна из тех классических игр, над которыми время совершенно не властно. И если вы ищете хорошие старые платформеры, дабы скоротать вечерок другой, то приключения заблудившихся викингов вам точно подойдут. Но на приключениях отважных викингов эксперименты компании Blizzard не закончились, и свет увидела игра Blackthorn. Blackthorn – это мрачный платформер, который был создан под влиянием таких шедевров игровой индустрии, как «Принц Персий» и «Флэшбэк». Действие Blackthorn разворачивается на обреченной планете, где мы в роли отважного воина при помощи дробовика и смекалки пробиваемся сквозь катакомбы и лабиринты. Сюжет и мир игры довольно простые, но для игры начала 90-х это простительно. На планете Тул произошел военный переворот, и темный правитель Сарлак при помощи темного камня захватил власть. Последний король перед своей смертью отослал молодого принца по имени Кайл Блэкторн на планету Земля, где он и провел целых 20 лет. И спустя годы возмужавший окрепший молодой воин возвращается на родную планету, дабы отомстить тем, кто уничтожил весь его род. Кайлу придется преодолеть множество опасностей и уровней этого мира, прежде чем он встретится со своими главными врагами. На пути его путешествия будут попадаться оркообразные существа, простые обитатели этого мира и множество интереснейших головоломок. В качестве оружия наш герой использует дробовик и гранаты, а весь геймплей сводится к многочисленным перестрелкам и преодолению разнообразных преград посредством акробатики, всевозможных прыжков и использовании разных технических средств темной планеты Тул. При этом большая часть игры построена именно на оригинальных перестрелках, которые благодаря укрытиям и довольно шустрому интеллекту врагов уж точно не дадут вам заскучать. А еще здесь шикарная музыка, которая передает всю мрачность и безысходность местного мира. Очень странно, что Близзард в итоге забросила развивать такую интересную серию. В наше время, когда серьезные видеоигры любят и ценят, продолжение или ремейк Блэк Торна был бы крайне уместен. Рев моторов, бешеные гонки и рок-н-ролл из колонок. Что объединяет эти три сумасшедшие вещи? Ну, конечно же, игра рок-н-ролл рейсинг. В нашей стране эту игру любят особенно сильно. Дело в том, что те, кто застал эпоху 16-битных консолей, отлично помнят, как картридж с этой гонкой особенно сильно ценился в игровых кругах. Игра представляет из себя кольцевые гонки в мире будущего. В самом начале вам будет предложено выбрать своего персонажа, которые здесь отличаются расой, полой и планетой, на которой они проживают. Ах да, у каждого из них есть еще собственные характеристики, которые влияют на стиль и прохождение гонок. Ну а позже, усаживаясь за руль нового болида, вам предстоит побеждать в гонках на разных планетах, улучшать свою машину и покупать новые апгрейды, ощущать радость побед и горечь поражений. В названии игры не зря стоит приписка рок-н-ролл. Весь саундтрек состоит из 16-битных вариаций классических рок-хитов, которые знакомы каждому фанату рок-музыки. В каждой гонке принимают участие 4 гонщика, одним из которых являетесь вы. Гонки проходят на разных планетах, на каждой планете есть свой чемпион, его авто всегда сиреневого цвета, но у каждого чемпиона машина гораздо лучше затюнингована, чем у всех остальных претендентов на победу. Чтобы получить пропуск на другую планету, вам будет необходимо набрать нужное количество очков в рейтинге, занимая почетные первые места. Ну и соответственно с каждой следующей планетой сумма очков, которую вам необходимо набрать, будет расти. За первое место дают 400 очков и 10 тысяч долларов для покупки апгрейдов, за второе 200 очков и 7 тысяч, за третье дадут 100 очков и 4 тысячи, ну а четвертый останется с носом. На каждой планете несколько трасс, и вы будете кататься по каждой, пока не соберете нужное количество очков для перехода к следующей планете. Рок-н-ролл рейсинг крайне рекомендуется к ознакомлению всем любителям хороших конок и рок-музыки. Кстати, игра стала настолько популярной, что и по сей день выходят ее духовные наследники и любительские ремейки. А это говорит о том, что игру явно не забыли. Ну вот и все, друзья. Я надеюсь, вам было интересно. Расскажите, пожалуйста, в комментариях о ваших самых любимых играх компании Blizzard, как вы с ними познакомились и почему вы их любите. Ну а я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Good Games, ставьте лайки и пишите комментарии. Я желаю вам всем удачи, играйте только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!